Здравствуйте, в эфире события недели. Беречь Россию и служить нашему народу. На этой неделе состоялась церемония вступления в должность избранного президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства принес присягу на верность народу России в присутствии сенаторов, депутатов Госдумы, судей Конституционного суда, членов правительства, глав регионов, участников СВО, представителей общественных организаций и конфессий. Деятели науки и культуры. В торжестве принял участие и глава Карачева-Черкесия Рашид Тимрезов. Этот день являлся историческим для государства, знаменующим старт нового этапа развития страны. Президент Владимир Путин отметил глубокое понимание российским народам, исторических и национальных целей, решимость непреклонно отстаивать свой выбор, свои вековые ценности, свободу, интересы страны и консолидацию российского общества. Буду делать всё необходимое, всё, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие. Использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции. При этом подчеркну, результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплочённости, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей. Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей, перед нашими предками. Они брали, казалось бы, недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину. Знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом. И создали мировую державу наше Отечество. Добились таких триумфов, которые вдохновляют нас и сегодня. Мы уверенно смотрим вперёд, планируем своё будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие ещё более динамичным, ещё более мощным. Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим. Атмосфера гордости за своего национального лидера и за свою страну, которая царила 7 мая в Александровском зале Кремля. Свидетельство того, что россияне уверены в будущем страны во главе с нашим президентом, отметил глава Карачева-Черкесия Рашид Тимрезов. Он поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента России и выразил уверенность, что все обозначенные им цели и планы будут обязательно достигнуты. Считаю, что сегодня в нашей стране праздник, потому что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, наш национальный лидер, вступает в должность. И особенно в сегодняшних условиях, как развитие нашей страны, как мы двигаемся. Это очень важно, что мы... Сегодня я вижу очень много и знакомых лиц, но самое главное, я вижу, как раз плачуность нашего населения, нашей страны, вокруг нашего президента. Поэтому пожелаем только крепкого здоровья и дальнейших успехов в развитии нашего государства. Политику избранного президента Владимира Путина, которая нацелена на созидание, на сохранение мира на земле, поддерживает практически весь российский народ. Гордятся национальным лидером и представители Карачева-Черкесии. Я всех хочу поздравить с наступающим праздником Победы, а также ждем скорой Победы нашей, наших ребят над украинскими сепаратистами, фашистами и всякой нечистью. Иншаллах, скоро мы эту Победу тоже увидим. Мы вместе с главой республики Рашидом Бориспиевичем были на инаугурации президента России Владимира Владимировича Путина. Это действительно то явление, которое показало всему миру, что российские люди с огромным уважением относятся к нему, и эти проценты, которые показали, они были беспрецедентными. Поэтому я хочу поздравить всех тоже. Я надеюсь, что эти предстоящие шесть лет мы будем жить в спокойствии и в достатке. Иншаллах. Сегодня на земле насчитывается более двухсот стран. Ни одна страна в мире не имеет такого лидера. Руководителя государства, которого имеем мы, россияне. Владимир Путин – мудрейший и очень красивый человек. Он лидер среди лидеров. Владимира Владимировича я сравниваю с Ноем, который построил Ковчег и спас человечество от гибели. Говорят, каждый народ достоин своего правителя. Если мы заслужили такого президента, как Путин, значит, многонациональный российский народ является избранным народом. И нет никакого сомнения в том, что Россия сыграет главную роль в духовно-нравственном оздоровлении нашей планеты. Если вспомнить, когда я начинала свою стезю мамы в далекие 92-м году, произошел распад Советского Союза, становление новой России. Тяжелейшее время. Какие социальные выплаты? Какая поддержка семьи? Не было этого. А сейчас, там, где Владимир Владимирович Путин, там великая Россия. Россия, с которой считаются. Поэтому, как гражданин Российской Федерации, еще раз скажу, как учитель, как мама и бабушка, как председатель общественной палаты, я только поддерживаю нашего президента. Поэтому я считаю, там, где Россия, там Владимир Владимирович. Там, где Владимир Владимирович, там, конечно, великая страна. Хочется подчеркнуть, что под руководством Владимира Владимировича Путина наша страна является державой, с которой считаются во всем мире. В настоящее время развитие страны наблюдается во многим направлениям. Особое внимание уделяется развитию физической культуры и спорту. Без привлечения можно сказать, что Россия – это спортивная держава, российская нация – это спортивная нация, которая ценит своих героев спорта, гордится своими спортивными победами. И выбор, который сделала страна в марте, является абсолютно правильным. День Победы отметили на этой неделе. Об этом мы не только. Расскажем после рекламы. Меня зовут Жукова Элеонора Юрьевна. Я врач-анатезиолог-колголог. Занимаюсь диагностикой и лечением болевого синдрома, связанного с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Боль можно и нужно лечить. Живите без боли. Не терпите боль. Приходите. Клиника управления болью на базе Клиника Сити. Ставрополь. Карла Маркса 4. Институт иностранных языков и международного туризма – одно из самых крупных и ярких многоуровневых подразделений Пятигорского государственного университета. Здесь реализуются образовательные программы по туризму, сервису, гостиничному и таможенному делу, интеллектуальным системам, лингвистики, педагогическому образованию. Институт имеет многолетний опыт в подготовке высококлассных кадров с разнообразием иностранных языков и организацией совместных проектов с зарубежными вузами-партнерами. Поступай правильно. Поступай в ПГУ. Лазерная коррекция зрения. Только современные и безопасные технологии, проверенные опытом и временем в Клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Иссентуке. Лазерная коррекция зрения от 14 тысяч рублей. Требуется специалист по работе в сфере коммуникации на государственную службу. Если вы коммуникабельный, образованный, легко обучаемый и широким кругозором, ждем вашей резюме. Справочная информация в режиме будних дней с 9 до 18 часов по номеру. Код 8 878 2 26 15 95. В ГТРК и правительство Магаданской области 24-25 мая проводят телефестиваль «Русский север». Цель фестиваля – привлечение внимания общественности страны к жизни людей на севере, истории освоения северных регионов России, реализуемым там государственным программам, защите природы севера, культуре народов, которые там проживают. Подробности на сайте вестимагадан.ру 9 мая страна отметила День Великой Победы. В Карачево-Черкесии, как и по всей стране, прошло торжественное мероприятие, посвященное 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Более 46 тысяч жителей Карачева-Черкесии в середине прошлого века сражались за родину и освобождали нашу страну и части Европы от фашизма. Участие в параде в Черкесске приняли люди, которые не понаслышке знают о том периоде, а также сотрудники силовых ведомств, служб экстренного реагирования, патриотических образовательных организаций. Глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил всех с Днем Великой Победы, отметил значимость той победы для остановления и развития Отечества, для мирной жизни многих поколений граждан нашего государства. Семьдесят девять лет назад в День Победы народу Советского Союза писали золотыми буквами свои имена в великую летопись нашего государства. Советские солдаты совершили невозможное. Вытерпев натист противника, развернув ход событий войны в противоположную сторону, освободив половину Европы, наши францарики разгромили фашистскую Германию и одержали спецоговорочную позицию. Каждый из нас должен знать и помнить, насколько героическими и туглицами были заслуги наших ветеранов, участников войны, тружеников тыла. Праздник правильно определили. Это радость со слезами на глазах. Это действительно тяжело праздновать, но и в то же время чувство победы, чувство гордости за Россию, за свою Родину, за доблесть наших бывших, но и нынешних советских людей. Персональный парад Победы устроили учащиеся 11-й гимназии Черкеска для ветерана Великой Отечественной войны Хамида Канаматова в канун праздника. В этот день посетили его также представители общественной палаты Крачева-Черкесии, парламента, партии «Единая Россия» и Народного фронта. Гости поздравили ветерана войны с 79-й годовщиной Великой Победы, преподнесли подарки, а он поделился воспоминаниями военных лет. Мадина Каракетова подробнее. С песней Победы учащиеся 11-й гимназии Черкеска промаршировали по улице Трудовой, где проживает 102-летний ветеран Великой Отечественной войны. Хамид Канаматов встречает своих юных друзей во дворе своего дома. Он очень рад и растроган. Дедушка, спасибо вам большое за победу. Желаю счастья, здоровья, чтобы вы еще столько же жили и были счастливыми. Дети подготовили концертную программу, пели песни военных лет, читали стихотворения. День Победы, особая дата, к ней и подвиг, и свет, и печаль. Ветеранам поклон, ведь когда-то сберегли нам цветущую даль. Гости рассказали ветерану Великой Отечественной войны, что в эти дни в преддверии Великой Победы проходит патриотическая акция «Синий платочек». Хамиду Абуловичу тоже подарили такой платочек и исполнили знаменитую песню. И пусть со мной, мне сегодня, любимой, родной, Знаю, с любовью ты без головки прячешь плоток дорогой. Хамид Абулович рассказал детям о тяжелых военных буднях, о том, какой ценой досталась советскому народу Великая Победа, называет себя карачаевцем-корейцем. Поскольку когда карачаевский народ, представителем которого он является, стали выселять из родных мест, обвинив в предательстве, командир Хамид Акономатова, чтобы не терять такого отважного бойца-связиста, пошел на преступление, скрыв его. Хамид тогда служил в составе 1190-го стрелкового полка под командованием подполковника Кусяка. Когда пришли дурные вести о судьбе карачаевцев и приказа снятия с фронта лиц карачаевской национальности, командир был в замешательстве. «Если больше не доверяете мне взвод, оставьте меня хотя бы рядовым связистом», просил тогда 19-летний боец. «Я должен воевать с фашистами». Ему разрешили. Чуть позже за проявленную храбрость в боях за деревню Черпухина его представили к награде за отвагу. Начальник штаба, рискуя собственной свободой, переименовал Хамидов Халиба, а местом рождения указал несуществующую корейскую АСР. Так карачаевец Хамид превратился в корейца Халиба и под этим данными прошел всю войну. Победу встречал в Кенингсберге, награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной звезды, медалями за боевые заслуги, за взятие Кенингсберга. Дети слушали, затаив дыхание. Он много чего нам рассказал. Было очень интересно слушать всем классам. Нам было приятно прийти к нему, поздравить его и вручить подарки. Он замечательный человек, что спас всю нашу страну и землю. Мне было очень приятно узнать, как они защищали нашу Родину. У него столько медалей за все отваги, столько он подвигов совершил. Было очень приятно познакомиться с таким ветераном. Мы гордимся нашей страной ветеранами. Ветеран Великой Отечественной войны Хамид Канаматов пожелал детям, чтобы в их жизни такая страшная история, как война, не повторилась. Желаю я вам крепкого здоровья. Еще раз говорю, ховарен, прах, ховарен. Он в семье своих содержит за счет убийства. Этого допускать нельзя. Берегите себя. Это поколение победителей, люди с остальным стержнем. К сожалению, фашизм вновь поднял голову на Украине и российские солдаты, так же, как и воины Советского Союза, ценой собственной жизни отстаивают интересы своей родины. Хамид Канаматов выразил уверенность, что в очень скором времени и эти герои ощутят вкус славной победы. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Акция «Парад у дома ветерана» состоялась и по другому адресу. Житель Черкеска, ветеран Великой Отечественной войны Иван Константинович Задощенко с радостью встретил гостей. В их числе и съемочная группа «Вестей» Альбина Ламкова подробнее. Дети есть. Иван Задощенко живет в кругу семьи. Для него самое главное – забота и любовь родных. Мы очень гордимся, что в нашей семье есть ветеран Великой Отечественной войны. Пожелать здоровья ему – это самое главное. Сейчас в его годы, 98 лет, больше ничего не нужно. И всем ветеранам тоже пожелать здоровья, сказать огромное спасибо за их мужество, за мирное небо над головой по земле, которой мы сейчас ходим. Это все благодаря им. На фронт Иван Константинович ушел в 17 лет. Воевал в составе 704-го стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны второй степени и многими медалями. До пенсии работал токарем на заводе «Холодмаш». Годы Великой Отечественной не сломили дух. Он, как никто, понимает ценность жизни. Ужасы долгой войны и сложные годы после нее не ожесточили его сердце. Сегодня дом Задощенко оживлен. Встречали гостей под лучами теплого весеннего солнца в уютном дворе. Украшают его и играют яркими красками цветы. Одни уже расцвели, а другие на подходе. Природа оживает. И это явление вдохновляет фронтовика. К тому же, любимое время года. Рассказывает с приподнятым настроением Иван Константинович. Он с удовольствием общается с гостями. Преклонить голову перед вами. Примите от нас скромные подарки. Вам здоровья, здоровья. Радости вашим родным и близким. Это же великая победа. Так точно. Большая. Большая. Мы вам очень благодарны. Гордимся вами, что вы у нас есть. Особую торжественную атмосферу дня создали дети. Они прошли торжественным маршем у дома фронтовика. Исполнили песни военных лет. От лица ровесников хочу сказать вам то, что в случае необходимости мы будем стараться повторить ваш подвиг. Не дать продвинуться нацизму и фашизму в нашу страну. 79 лет назад закончилась Великая Отечественная война, которая унесла баснословное количество погибших. 27 миллионов только погибло советских граждан. Долг и честь прибыть и почтить ветеранов. Мы должны чтить свою историю, чтить наших воинов, не забывать про них, помнить. И на их подвигах воспитывать нашу сегодняшнюю молодежь. Запечатлели памятное событие с человеком, на долю которого выпали тяжелые испытания войной, общим фото. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Карчаева, Чиркесия. Его имя бессмертно. В эфире белорусского телеканала показали фильмы о советских партизанах, которые внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом в Великой Отечественной войне. На канале «Белрос» было сказано и о нашем земляке, герое Советского Союза Усмане Касаеве, который прославился своими бессмертными подвигами. Об Усмане Мусаевиче рассказала ведущий научный сотрудник Центра военной истории Белоруссии, кандидат исторических наук Александра Кузнецова-Тимонова. Партизанское движение на этой территории было интернациональным. Оно состояло ведь не только из граждан Белоруссии, оно состояло из бойцов-окруженцев, которые оказались на этой территории и приняли решение переходить к партизанским методам борьбы. В партизанских отрядах под поле воевали представители всех национальностей абсолютно. В Белевской области есть село Осман-Касаевка, которое было переименовано в честь Карачаевца Османа Касаева, одного из таких бывших окруженцев, оставшихся на территории Белоруссии, включившихся в партизанскую борьбу и, к сожалению, погибшего по смертному достойному званию Героя Советского Союза. По всем мире счет вечных огней идет на сотни, а в России их более четырех тысяч. Неугасимый огонь возгорался в честь простого солдата, сына, отца, брата, земляка, однополчанина. 690 жителей Урубского района отдали свои жизни в борьбе за победу в Великой Отечественной войне и в их честь на мемориале Журавли поселка Метногорский был установлен вечный огонь, который зажигался только ко дню победы. Теперь он будет гореть беспрерывно. Фатима Даурова подробнее. 79-ю годовщину со дня победы мемориал Журавлей в Медногорском встретит в постоянно пылающем пламени вечного огня. До сегодняшнего дня он горел только в праздничные дни, будучи оснащенным временным баллонным газоснабжением. С мая 2022 года президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путиным было принято решение о бесплатном подключении мемориальных комплексов во всей нашей стране. Для чего это сделано, объяснять не нужно. Это сделано для, в первую очередь, нашего подрастающего поколения, чтобы память о той великой победе и о тех жертлах, которые принёс весь наш народ на алтарь этой победы, чтобы память была жива, вечная. Перевод на сетевой природный газ прошёл в торжественной обстановке. Одновременно в 11 регионах России в режиме видеоконференц-связи на мемориальных комплексах разных городов и посёлков страны запылали 22 новых вечных огня. Мемориал Журавли относится к объектам культурного наследия, поэтому установка газогорелочного оборудования прошла в режиме бережной газификации. Команду на зажжение пламени в Карачаево-Черкесии дал генеральный директор «Газпром Межрегион Газ Черкесск» Олег Дергачёв. Докладываю, мемориал испытан, объект готов к подключению газа. И буквально через несколько минут алое пламя вечного огня метнулось вверх, к небу. «Это историческое событие, которое происходит на наших с вами глазах». После троекратного воинского салюта по внутреннему зову к символу, знаменующему собой память народа о павших героях, стали подходить местные жители и гости мероприятия с красными гвоздиками и букетами цветов. «Сегодня очень знаково, под великолепную песню журавли над нашим памятником кружила эта птица, медленно, величаво и красиво. Так что День Победы – это не достижение, это выстраданная, величайшая победа». С сегодняшнего дня живое пламя огня Победы будет вечно гореть и никогда не затухнет. Оно будет согревать сердца и души людей, одновременно напоминая о великом подвиге советского народа и о тех событиях, через которые прошли наши предки во имя мирного неба над головами. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы, прошло и в детском саду номер 27 «Маленький цветочек» Черкеска. Пехотинцы, танкисты, десантники, разведчики и юные представители других видов войск маршем прошлись по площадке детского сада. Командовала парадом директор учреждения. Она поздравила воспитанников и их родителей с 79-й годовщиной Великой Победы и пожелала всем быть дружными, помнить свою историю и любить свою родину. В ходе парада юные солдаты вынесли боевое знамя, почтили память павших минутой молчания и организовали небольшой концерт, в котором участвовали активисты республиканского движения «Первых». В качестве почетных гостей были приглашены сотрудники Росгвардии. Для всех участников мероприятия была организована полевая кухня. Конечно, как вся страна, мы сегодня с детьми отмечаем праздник День Победы 9 мая. Я хочу сказать, что в нашем детском саду мы уделяем очень большое внимание патриотическому воспитанию. У нас дети знакомы с историей нашей Родины, учат стихи, поют песни, танцуют. Мы много-много рассказываем о нашей Родине и стараемся, чтобы наши дети в будущем тоже были хорошими защитниками, любили свою Родину, как могли ее украшали. В примере Великой Отечественной войны даже можем понять, что воспитание молодежи наше очень важно, потому что видели, сколько героев у нас в младшем розыске было совершено подвигов. И на примере наших предков, так сказать, наши должны воспитываться молодежь, быть патриотичны, то есть понимать, что делаем правильно, а что неправильно. Как вы взаимодействуете с детским садом? Периодически приходим, по праздникам поздравляем, объясняем им, какие праздники у нас, в связи с чем эти праздники организовываются, чтобы они понимали нашу историю Родины обязательно. Из Карачева-Черкесии на территории новых российских регионов отправился очередной груз поддержки для наших земляков, участвующих в специальной военной операции. В рамках работы Единого регионального штаба, организованного по поручению главы республики Рашида Тимрезова, зону СВО периодически доставляется все необходимое. На этот раз на передовую отправили 9 тонн питьевой воды. Данный груз сформирован при поддержке и помощи сенаторов Крыма-Казанокова и Виктора Бондарева. Этот груз приурочен к празднованию 9 мая, который в скором времени будет праздновать вся наша страна. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех наших ребят, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, поздравить их с наступающим 9 мая и поздравить их семьи, их родных, пожелать самое главное крепкого здоровья и чтобы они все живыми вернулись домой с той победой, которую мы все от них ждем. На призывном пункте Республиканского военного комиссариата несколько жителей Карачева-Черкесии подписали контракт на военную службу. Пришедшим рассказали о преимуществах и льготах, которые предоставляются контрактникам. Каждый из молодых людей прекрасно понимает всю ответственность и важность сделанного выбора. В первую очередь это стабильность, это интерес, это долг родине, чувство патриотизма и очень много-много других факторов. В целом очень сильно нравится служба в вооруженных силах, в частности в 91-й бригаде личных катеров, к коей военнослужащей я являюсь. Соответственно, хотел бы граждан призывного возраста пригласить на службу к нам. У нас очень интересно. В первую очередь у нас стабильно все. Гражданин, который изъявил желание, может обратиться в военный комиссариат свой по месту жительства или же к нам напрямую в пункт отбора, который располагается по адресу улица Комсомольская, дом 31. Или же он может оставить заявку на сайте госуслуг, единый портал государственных услуг. Соответственно, его заявка к нам в автоматическом режиме доходит. Мы звоним человеку, объясняем все основные вопросы, которые у него возникают, куда обратиться, какой список документов основной собрать. Естественно, после этого, если надумал, и ему все подходит, он по возрасту проходит, приходит к нам и уже начинает сбор документов. 12 мая Международный день медицинской сестры основал профессию. Петр I подписал указ о назначении монахини в госпитале, после чего женщины добровольно вступали в ряды сестер милосердия. Однако императрица Екатерина II указа отменила, и только врач Михаил Пальцев в 1860 году попросил властей создать штаб медсестер в помощь хирургам. Через несколько лет эта профессия появилась в каждом военном госпитале, а позже во всех больницах и поликлиниках. Свою жизнь этой благородной профессии посвятила и Замира Богатырева. О ней наш следующий репортаж. 40 лет Замира Богатырева работает медицинской сестрой. То, что я свою жизнь посвящу медицине, стало ясно давно. Еще будучи ребенком, свои первые шаги я сделала в больнице, рассказывает Замира Азри Талиевна. В детстве мама мне все время рассказывала, когда мне было готик, папа попал в аварию, и она меня взяла с собой в больницу. А брат с бабушкой уехали в Красный Октябрь. И вот я там научилась ходить, и по палатам, говорит, я ходила со всеми, знакомилась. Вот это было, видимо, предначертано, чтобы мне стать медиком. В 80-м году школу закончила, и у меня проблем не было, куда идти, потому что у меня сестра и брат уже учились там, в училище, раньше училище было. И я поступила, отучилась два года. Замира Богатырева сразу после окончания медицинского колледжа, тогда училище, в 1983 году начала работать в травматологическом отделении больницы в Карачаевске. И с тех пор она верна выбранной профессии и медицинскому учреждению. Первые свои трудовые смены сейчас вспоминает с улыбкой. Меня сразу приняли в травматологию старшей медсестрой. Ну, это, наверное, было мне как-то легче, бумажная работа. И один день у нас медсестра Зоя Хусеевна, сейчас она старше работает, она говорит, Замирочка, сколько будешь бегать? Давай, возьми шприц и делай мне укол. Говорю, Зоя, я боюсь, не бойся. И она набрала мне шприц, и я сделала венный укол. Не боюсь теперь. Вот 40 лет проработала, сколько венок, сколько капельниц, я уже не помню, не перечесть. У нас очень дружный и профессиональный коллектив, говорит Замира Богатырева. Коллектив мой, я вообще не смогу описать никакими словами. Я без этого коллектива не смогу, потому что они все очень грамотные, умные, трудолюбивые, очень отзывчивые девочки все. Медицинская сестра – профессия для чутких, смелых, гуманных, милосердных людей. Очень страшные больные были. Я когда боялась, я врачу инструмент вот так подавала, несмотря туда. А было тогда желание, вот когда становилось вот так страшно, хотелось уйти с работы? Ой, ни разу не было у меня такого, чтобы уйти не было. Я почему-то не думала об этом, потому что я люблю свою профессию. По стопам матери пошла и дочь Джамиля. Я ей говорила, Джамиля, не надо в медицину. Она говорит, мама, нет, я тоже пойду, но я, говорит, буду доктором. И она пошла в институт, отучилась, ординатуру прошла в Москве, в Склифосовском. Сейчас она работает там в Москве кардиологом. А сын военный, контрактник. Труд медсестры – это борьба за здоровье человека и нет на земле профессии, более необходимой людям, несущие социальную благородную миссию помогать пациенту справиться с недугом и обрести надежду и силы вернуться в обычную жизнь. Алла Динаева, Михаил Каракелян, Вести, Крачево-Черкесия. Такой была уходящая неделя в Крачево-Черкесии. Какое будет следующее, покажет время и репортажи корреспондентов службы информации. С вам доброго и достаточного.